Библейский портал экзегет.ру представляет А дальше у нас идет послесловие Я не буду пересказывать всю книгу Тавита Напомню только, что это Северное Израильское царство Переселенцы в Осирию Хотя в 13 главе речь идет скорее про Вавилонский плен Израиля Потому что там идет речь про разрушение Иерусалима Про его грядущее восстановление Но Осирийский плен для Северного и Вавилонский для Южного Это в принципе явление одного и того же порядка То есть это некоторое наказание от Бога Которое должно служить дальнейшему возрождению Израиля Как единого целого Ну и 14 глава подводит такой краткий итог Он, Тавит, был 88 лет, когда потерял зрение Ну вообще-то ожидаемо Особенно в ситуации, когда они делали операции при катаракте И вообще глазные болезни никто не лечил и не умел И через 8 лет прозрел То есть вся эта история была у него уже хорошо за 90 Вот мы говорим, что старость такое время покоя А здесь старость это время мудрости и плодов И творил милость и не продолжал быть благоговейным пред Господом Богом И прославлять его Полноценная жизнь Вот сейчас есть такие программы Например, в Москве московское долголетие Предполагается, что люди до глубокого очень возраста Активные и так далее Вот долголетие, но долголетие праведника А не спортсмена, не пациента, который лечится и там побеждает болезнь Наконец он очень состарился Да, ему тут уже 96 было Но прошло какое-то время, и он наконец-то очень состарился Хорошая жизнь И призвал сына своего и 6 сыновей И сказал ему, сын мой А сын его, соответственно, Товя И о его женитьбе рассказано все В предшествующих главах У него уже 6 своих сыновей То есть лет 7-8 минимум прошло И сказал ему, сын мой, возьми сыновей твоих Вот я состарился уже на исходе жизни моей Отправься в Мидию, сын мой Мидия одна из областей В которой будущее персидско-мидийское царство будет зарождаться В Мидию, сын мой Я уверен, что Ниневия будет разорена Как говорил пророк Иона Идет речь, конечно, столицы Ассирийского царства Удивительно, что здесь еще упоминается пророк Иона Здесь есть маленькое противоречие В книге пророка Иона-то говорится о том, что Господь Ниневию помиловал Но я честно скажу, что книгу Иона я считаю скорее притчей Почему? Потому что Ниневия была разорена А смысл книги пророка Иона в том, что Ниневия не будет разорена Никогда, она покаялась То есть книга Иона, на мой взгляд, некая альтернативная история Но и книга Тавит скорее притча То есть это некоторое литературное произведение Которое раскрывает очень важные для нас вещи Но трудно бывает найти какую-то прямую историческую параллель А в Мидии будет спокойнее до времени Братья наши, находящиеся в отечественной земле То есть в Ханаане, в земле Израиля Будут рассеянные из всей доброй земли Иерусалим будет пустынью, а дом Божий в нем будет сожжен И до времени останется пуст Это предсказание Вавилонского плена Хотя в предшествующей 13 главе уже Он о нем говорит как почти о состоявшемся Но Бог опять помилует их, возвратит их в землю И воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний Доколе не исполнятся времена века И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно И дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века Здание величественное, как говорили о нем пророки И все народы обратятся и будут истинно благоговеть пред Господом Богом И не спровергнут идолов своих И все народы будут благословлять Господа Вот развивается эта тема, которая в 13 главе уже была очень ясно заявлена О том, что рассеяние израильтян – это есть повод для проповеди Это способ обратить другие народы к Богу Разнести, распространить это знание о едином Боге И его народ будет прославлять Бога И Господь вознесет народ свой И все истинные и праведные любящие Господа Бога будут радоваться Оказывая милость братьям нашим Итак, сын мой, выйди из Ниневии Ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона Ты же соблюдай законы повелений Будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе Похорони меня прилично и мать твоя со мной И потом не оставайся в Ниневии Вот тоже интересная вещь Тавид не патриот Вот патриот желает добра своему городу, своей стране, разве нет? Или он патриот своего народа? А еще лучше сказать, он патриот своей семьи Заботится о своей семье, эта семья живет перед Богом Его не интересует история великих империй Слушайте, как это интересно Вот он живет в Ассирийской империи А потом будет Вавилонская империя А потом будет Персидская империя А потом Александр Македонский придет Вот нам очень интересно Вот сейчас там, допустим, США у нас главная Самая сильная страна в мире Ее догоняет Китай, догонит или не догонит? А какая империя будет через 300 лет самой великой в мире, да? А что будет там с Россией, а что будет с Европой, да? Вот жутко интересно Мы все время это обсуждаем Какая разница? Вот есть семья Вот есть твои близкие люди Позаботьтесь о том, чтобы у них все было хорошо Позаботьтесь о том, чтобы они были с Богом В каких-то добрых и правильных отношениях А эти империи, они придут, уйдут, появятся, развалятся, изменятся Абсолютно неважно Твое дело вот побеспокоиться о том, чтобы с семьей все было в порядке Мне кажется, очень здравый подход Сын мой, смотри, что сделал Ламан с Ахиахаром, который воспитал его Как он из света привел его в тьму и как воздано ему Это история, которая уже была рассказана в начале книги Тавита Вот как раз Я даже не буду ее подробно пересказывать Мы ее уже кратко касались Грубо говоря, это борьба царедворцев То есть один возвысился, другой пал Тот его там, низверг, этот того восстановил Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие Сошел во тьму Моносея творил милостыню и спасен от смертной сени Сети, которую готовили ему Аман же попал в сеть и погиб Итак, дети, знаете, что делает милостыня и как спасает справедливость Опять-таки, борьба, как сегодня говорят, кремлевских башен Кто в правительстве вознесся, кто там утратил влияние Кто против кого, кто с кем в союзе Какая разница Смотри, вот бывает так, что этот вознесся, потом пал Или наоборот еще как-то Это все не очень важно Единственное, что это хороший урок для того, чтобы понять Все это приходящее временно На это нельзя надеяться Когда он это сказал, душа его оставила на ложе Было же ему 158 лет И сын с честью похоронил его Какой-то совершенно удивительно долгий срок жизни Когда умерла Анна, соответственно, жена Тавита Он похоронил ее с отцом своим Ну, ей тоже, видимо, было хорошо за сто После того Тови с женой своей, детьми своими Отправился к Якботана, к Рагуилу, тесте своему Достиг честной старости и похоронил прилично тесте и тещу своих И получил наследство имения их от Тавита отца своего И умер в 127-летних ботанах медийских Здесь такая уже перекличка с началом книги Бытья, где все эти праведники живут долго Но в среднем их срок жизни уменьшается от поколения к поколению Так и здесь 158-127, все равно, дай бог, каждому из нас И маленькая только ремарка Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пленил Навуходоносор и Асуира Возрадовался пред смертью о Ниневии О гибели родного города Ведь нигде не сказано, что нинавитяне там его притесняли, угнетали, обижали Может, и было, но книга не об этом Он порадовался тому, что разрушен город, в котором он вырос Из которого он выступил в это удивительное странство И в котором он встретил ангела В котором, собственно, все самое главное в его жизни завязалось Ну, для него это не сентиментальное представление о тех улицах, где он мальчонкой бегал До речки, где он рыбу ловил и так далее Это представление о городе, который неправеден пред Богом Представление о некой противоположности Иерусалима Иерусалим как город, где помнят о Боге Хотя тоже не всегда из этого тоже есть соответствующие выводы и последствия А здесь Ниневия, пусть и родной для него город Это город, который Богу противится И на самом деле вот эта книга, она в очередной раз показывает нам Что для библейских героев, для тех из них, кого мы сегодня называем праведниками А есть, собственно, только одна ценность Это Бог и все, что с ним связано Да, все остальное может быть важным, может не быть Но не является важным само по себе В том числе и какая-то вот, скажем так, патриотическая составляющая Или какие-то вот идеи, которые у человека есть Это все преходящее Вот книга Тавита еще и об этом Один из ее удивительных уроков может быть самое главное Что все самое важное может произойти в семье Может и нет Потому что это одна из книг Библия собраний разных книг В которых абсолютно разные истории Зачастую даже противоречащие друг другу Вот где-то говорится о великих походах Или там исход книга О том, как народ путешествует через пустыню А эта книга о том, как А все самое главное происходит где-то внутри В маленьком таком пространстве Интересно, что следующая в Библии книга, которая тоже не каноническая Называется книга Иудифи А представляет резкий контраст с книгой Тавита Там как раз походы, героические подвиги Но что-то их объединяет Об этом, конечно, нужно говорить уже в связи с книгой Иудифи Продолжение следует... Продолжение следует...